Если вы решили завести дома кота или кошку, и пол животного для вас очень важен, следует научиться его определять. Ведь случаи, когда мурзики трансформируются в маркиз, а Васьки Василис уже после того, как порадуют хозяев многочисленным потомством, нередки. Виной тому не слишком явно выраженные первичные половые признаки у маленьких котят. Ну и пушистая шерстка, которая качественно скрывает даже то, что видно. Определить пол маленького котенка – задача, может, и не самая простая, но вполне выполнимая. Здесь главное не пойти на поводу у стереотипов. Энтопепеп. Между тем, единственно верный способ отличить кота от кошки – это все же заглянуть животному под хвост. И сделать это лучше, как можно раньше, особенно это касается котят пушистых пород. По мере повышения пушистости выяснить, кто же пред нами, будет все сложнее. Некоторые ошибочно пытаются вывести на чистую воду кота, нащупывая или выглядывая выпуклости, яички. Это изначально неверная тактика. У многих котят яички будут видны только через несколько недель, иногда до 12, когда опустятся в мошонку. Более того, у кошечек, когда они совсем маленькие, в этих местах вполне могут наблюдаться небольшие бугорки и припухлости. Как видим, таким методом правильно определить пол почти невозможно. Не стоит пытаться сделать выводы по поведению животных. Отличия в повадках кошек и котов появятся значительно позже, ближе к половому созреванию. Пока что малыши, демонстрируя характер, проявляют только, если будет позволено так сказать, личностные качества. Гендерная принадлежность на их поведение еще никак не сказывается. Как отличить кота от кошки на самом деле? Нужно внимательно рассмотреть все, что находится под хвостом. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. В своей исследовательской деятельности мы будем ориентироваться исключительно на форму половых органов и их удаленность от анального отверстия. Это единственные признаки, по которым можно ответить на интересующий нас вопрос безошибочно. Гениталии кошки расположены очень близко к конусу и внешне выглядит как небольшая вертикальная полоска. Все вместе похоже на перевернутый восклицательный знак. У кота же точечка полового органа будет круглая, и находится она на приличном расстоянии от ануса, где-то сантиметр. На этом промежутке со временем и появятся яички. Мужское строение у котят напоминает двоеточие. Как видим, научиться различать котят по полу не так уж и сложно. Достаточно сделать это пару раз, и вы уже вряд ли когда-нибудь ошибетесь. Впрочем, в некоторых случаях определить пол животного можно, даже не вдаваясь в интимные подробности. Озвучено Яндекс Спичкит. Если перед нами трехцветный котенок или же малыш черепахового окраса, почти наверняка это женская особь. Дело в том, что и за черный, и за рыжий цвет в масти котов отвечают х-хромосомы. И чтобы оба эти цвета проявились в окраске, таких хромосом должно быть две, а это возможно только в двух случаях, или перед нами кошка, чаще всего, или кот с генетическими отклонениями, что большая. Редкость. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Многочисленными наблюдениями за котами и кошками, живущими в квартирах и домах, установлено, что коты более ласковы со своими хозяевами, охотнее дают себя погладить и даже иногда сами просятся. На руки? Но при этом коты склонны инстинктивно метить свою территорию, оставляя не очень приятные на запах метки. Кошечки более чистоплотны, территорию не метят, но при этом практически абсолютно неручные и могут недолго позволять себя гладить только из уважения к своему хозяину, не испытывая от этого. Никакого удовольствия. Научившись отличать кота от кошки, вы гарантированно избавите себя почти от всех возможных сюрпризов, кроме одного. Представители кошачьего племени часто сами выбирают себе хозяев, не доверяя. Людям это ответственное дело. И если уж котенок любого пола решит, что именно вы достойны чести быть его хозяином, сопротивляться его обаянию будет бесполезно, что бы вы там не планировали. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok